Всем привет! Меня зовут Юлия. Я сейчас нахожусь в Черногории. И знакомый меня пригласил в такое кафе, которое находится прямо на вокзале, в баре. Тут настолько вкусно, я просто в Бауте. И самое главное, что здесь вообще недорого. Я сейчас вам покажу. Котлетки бесподобные, просто настолько вкусное мясо. Курицу еще не пробовала. Вот такой салат. Могут принести дополнительно майонез, но что хотите. Чай огромный. И вот такие булку вам дают. И можно с майонезом уже туда паковать мясо или курицу, что вы хотите. Но я вам покажу цены. Вот одна порция. Да, можно за 2 евро купить, можно за 4. Вот это котлетки, что я вам показала, называется дживапи. Гамбургер 2 евро. Видите, какие цены? А очень вкусно. Ну, знакомый говорит, вот когда ягодка, да? Повар. Ягода, ягода. Тогда очень вообще вкусно. И вот с курицей филе 4,50. Это на 2 тарелки разделили. То есть пол порции. Мне пол порции знакомый больше. То есть вы можете и то, и то попробовать одновременно. Гуляш очень вкусный, сказали. Дальше супчик из теленка, черба. Тут просто супа. То есть вы видите, какие цены? Ну, там ничего, чем-то. Там совсем дешево, 2 евро. Угу. То есть недорого. Можете заходить спокойно, если, например, ждете поезд. И знаете, что пока домой дойдете, проголодаетесь. Здесь есть и спиртные напитки. Вот тоже. Ну, цены за спиртные, я не знаю, дешево, дорого. Это я не знаю. Здесь совсем недорого. Здесь, ну, чем недорого. Недорого тоже. Кока-кола евро 50, 0,25. Ну, это... Я знаю, что кока-кола всюду дорогая. Вода евро 50. Кофе евро 80. Просто кофе 70 копеек. Чай 70 копеек. Вот такой большой, смотрите. То есть прям на пицце можно, да? Не маленькая чашечка. Советую. Вкус просто супер. Как в дорогом ресторане. Вот, смотрите. Вот это вышло за... На две порции нам разделили. Просто я попросила, чтобы мне острого не добавляли. Да. Вот такое заведение. Да, то есть это не прям какой-то большой ресторан. Ну, нормально, можно посидеть, покушать. Здесь есть даже игровые автоматы. И вино можно заказать. Мясо очень сочное. То есть вот повар как-то так делает заготовки, что, ну, бесподобно. У меня знакомый говорит, я ни на каком другом вокзале не ем. А вот здесь спокойно, очень вкусно. Вот эта станция в баре, да, поезд. И вот кафешка. Юля, скажите, где кафешка? Вот кафешка. Вот это кафешка. Если бы мне не показали, в жизни бы я не поняла, что это кафешка. Вот этот ресторан, где мы сейчас кушали. Вообще классно. То есть он просто не подписан. Все знают, которое место. Кафе, бар, ресторан. Вот здесь написано. Но это со стороны кухни. То есть здесь никто не заходит. Ну, к тех, кто кушать идёт. Тут тоже ничего не написано. Ну, то есть догадайся. Возможно, они просто вывеску решили поменять. Потому что сказали, что вроде была вывеска. Вот сразу же здесь. Сейчас иду за хлебом. Я вообще вышла, думаю, иду в церковь. Такая, смотрю на часы. Юля, я тупо перепутала время. Потому что в Анталии у нас служба начиналась в 9. Здесь 8. Ну, я всегда ходила на 8, как бы, да? Чего сегодня я? Я уже вышла такая 9. Да, мой Юль. Всё. Всё, последняя стадия. Я зашла по дороге на базар, посмотрела там некоторые вещи для дома. Сушилку. Сейчас полно молодёжи на улице. Я так понимаю, они в школу идут, все кушают. Или это у них же перерыв обеденный. Я вообще не до дня. Вся школа заполнена детьми. Ну, 9.30 как бы. Что это? Никто не завтракает дома или как. Просто массово идут все в кафе, берут бутерброды именно в это время. Я всё забываю о наших спросить. Наших на хоре, это практически все разговаривают на Черногорском, да? Ну, и во время репетиции не сильно-то и поговоришь, как бы, да? Немножечко поём, Юля. Хор для того, чтобы петь, а не болтать. Дошла до магазина и вспомнила, что я сегодня хотела идти до Хулиста. А если хотела, значит, пойду. Потому что я всё, ну, боже, ну, перепуталась. Знаете, когда планируешь одно за другим, одно за другим. Да, Юля? Ну, ещё бы время спланировала. Вообще было бы шикарно. Вы говорите, Юля побольше показывает Черногорию. Вот показываю. Утро. В баре. Та-да-дам-там-там-там. Мой хлебушек. Вы представляете, я несколько дней уже прихожу, его нет. Я, наверное, ещё и вот этот возьму. А нет, этот не постный. Здесь очень вкусно. А вот этот постный. Такой вкусный, ребята. Я, в общем, конечно, маяк в этом плане. Могу три сразу взять. И два дня точить их. Всё, ну... Я голодная. Я же шла в церковь. Понимаете, да? Юля, ты дурная, а не голодная. Вот смотрите, какие хорошие скидки. Юля набрала по скидкам в шоколадке. Сейчас зашла в один магазин, очень красивый. Единственное, что... Они тоже заказывают мебель с Икеи, но здесь дороже. Но зато они за доставку не берут и за сбор. То есть вот эта 13,90 стоит в Подгорице. В другом магазине, по-моему, на 3 евро дороже. А здесь 19,90. Вот эти полочки тоже неплохие. Но они 24 евро. Смотрим. Посуда красивая. Ну, если вот так стоит. Если присматривается, конечно, у каждого свой вкус. И цвет у них сейчас скидки есть в магазине. Еще новогодний, пока декор работает. Вот такой очень красивый декор. Так прям постарались оформить магазин. Так что, если кто-то любит такое, заходите. Сейчас вам покажу, где он находится. Вот наши главные три магазина. Как бы центр бара. Дорога идет на море. И вот 50, 20, 30 процентов скидки. Хотя, говорю, там выходит дешевле. А в магазине как не называется. Какие-то артисты. Может, по парт. Да, кстати, мы с вами здесь не ходили. Мы тогда на тыли. Тимур были. Мы вместе пошли. Ну, просто был такой ветер, что вот этот магазин мы вообще пропустили. Что сносило. Невозможно было что-то снимать, потому что микрофон гудело. Тут магазин. А, нет, открыт. Это Юля просто сил уже нет. А, все, это здесь понятно. Здесь шампунчики. Пижамки. Это мы, если вам интересно, зайдем потом. 749. Что 749? Это лиры, наверное. Это они лиры еще не переклеили. Это же, ну, не евро же. Да, это турецкие. Двиги, да, это все Турция. Интересно, напишите в комментариях. Я зайду, поснимаю, сравним цены. Или вот, можете просто онлайн-магазин посмотреть их. Я думаю, там такие же цены. С 730 до полдесятого. Металлач еще здесь. Подгорица. Ну, разошли. А вот тут духовки даже есть. И холодильники Бекко. И посуда. Ну, то есть, такое чувство, что в Подгорице вот эти несколько магазинов. Такая улочка была, я вам снимала. И вот здесь как бы повтор идет. Возможно, я не права. Потому что здесь еще и бойлеры. Там такого не было. Что-то Бекко мне сказали не очень. Хорошая фирма. Магазин обуви. Я смотрю, даже на втором этаже и есть. 50% скидки. Пекарня. Стиральная машинка. Тоже инвертор есть у них. То есть, это уже новое. Я спросила, что такое Steam Touch. Это значит, вы можете нажать вот эту программу. Когда закончилась стирка, оно будет обдавать паром. Ну, если вы не можете сразу вытащить, да, вещи. И оно, ну, не будет ему застаиваться, как бы, чтобы оно сырело. И, ну, как бы, это классно. Да, это самая новая технология. 495 евро. Минус 10% сейчас все идет. Это 8. А там есть одна машинка стиральная, которая, видите, узкая. Прямо. Слим. Она 459. Минус 10%. Вот Steam Touch, пожалуйста, на английском языке. Вдруг я неправильно поняла то, что он рассказывал. Так, обогреватель 132 евро. Минус 10%. Слушайте, этот бар, это вообще такая загадка. Кажется, маленький такой городочек себе. Пожалуйста, случайно нашла еще один магазин. Мы с Натали его проходили. Но мы его не видели вообще. То есть, здесь и холодильники, и стиралки, и печки. И вот, пожалуйста, что это? Сушилки. Ну, то есть, он прям немаленький. И мальчик молодец. Он мне объясняет на черногорском языке. Старается, чтобы я поняла все. Поняла или поняла. Без разницы, Юля. Надо учить язык. Знаешь, как ни крути, надо просто выучить язык. То есть, тут много всего есть. Можете заходить, я вам покажу, где он находится. Вот тут такие модные умывальники. Я как бы попроще, знаете. Да, да. Даже ванны есть. Для Украины ванны это вообще фигня. Да. Ну, нормально. Но для Турции здесь ванна это как бы уже шикарное что-то. Ну, вот такая тумбочка, 137 евро. Да. Ну, где они берут цены, когда делают там и стыбчик маленький. Это в ванную. Вот это классно, конечно, было бы в ванну поставить. Робна Куча, Десемберс, или как называется. Сразу, как по дороге идти на вокзал, на ЖД вокзал. Вот католическая церковь. Это, наверное, Воли, я так думаю, себе магазин. Сразу за ним. Мы как-то не увидели. Вот ловить чем. Спасибо за то, что вы досмотрели это видео до конца. Спасибо за ваши лайки, подписки, комментарии. Всем вам желаю мира в душе, любви, благодати, мудрости. И, конечно же, исполнения самых заветных, добрых ваших желаний. Целую.